Сократить рабочую неделю на 5 часов для некурящих предложили депутаты Государственной Думы. Какое развитие получит эта инициатива, пока неизвестно. Ранее Минздрав предлагал сделать наоборот. Увеличить рабочий день для курильщиков настолько, сколько они отсутствуют на рабочем месте из-за своей привычки. Минтруд идею не поддержал. Ну а что об инициативе депутатов думают жители нашего города, давайте узнаем в постоянной рубрике «Свободный микрофон». Курение – это вредная привычка, которая, к сожалению, распространена в нашей стране. Исследования показали, что курящие сотрудники берут на три дня больничных больше и каждый день отвлекаются от своей непосредственной работы. Поэтому данные инициативы выгодны как с экономической стороны, так и со стороны здравоохранения. А что об этом думают люберчане, давайте узнаем. Отлично. Я не курю, с удовольствием бы работала по этому поводу на 5 часов меньше. Ну а вот то, что на работе все работают, а тот, кто курит, он на законном основании взял сигарету и пошел в рабочее время, провел время, ну как, в свое удовольствие. Но это неправильно. Ну я за такой законопроект, а почему бы нет. Я не курю, я согласна. Ну если не мешает работе, как бы, то ради бога, пускай. Положительно. Тогда будет стимул у курящих людей становиться некурящими. Замечательно относимся. Потому что у нас никто не курит и не пьет. Я всегда за сокращение рабочего дня. По любой причине. Считаю то, что нужно давать больше привилегий тем, кто не курит и ведет здоровый образ жизни. Может быть, они за это время, которое не курит, пойдут, допустим, в спортзал. Лучше пускай работают. Все-таки выделять определенные часы на перекур, это все-таки пагубно, наверное, влияет на рабочий процесс. Кто курит на работе, они, во-первых, уходят постоянно. И тоже время рабочего теряется. Я не курю. Мне это, с одной стороны, радует. С другой стороны, мне кажется, несправедливо для тех, кто курит. Им же тоже захочется на пять часов меньше работать. Вот я не курю, спортом занимаюсь и живу еще. Пока этот законопроект находится на стадии рассмотрения, граждане единогласно поддержали инициативу депутатов. Большинство опрошенных считают это справедливым и не намерены терпеть отсутствие коллег на рабочем месте. Мария Антонова, Александр Богданов. Специально для рубрики. Свободный микрофон. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.